Библейский портал экзегет.ру представляет Мы говорим о второй главе Евангелия от Луки. Это беседа из цикла, который представлен порталом экзегет.ру. Вторая глава, которая так же, как и первая, восходит к так называемому собственному арамейскому источнику Луки, рассказывает о некоторых удивительных ключевых событиях, которые связаны с рождением Господа Иисуса. Иногда исследователи и толкователи пытаются понять, почему именно так устроена эта глава. Иногда некоторым кажется, что, собственно, рассказ о Рождестве в этой главе центральный, а остальные краткие достаточно рассказы включены просто потому, что было бы слишком обидно их утратить. Мы сейчас не знаем, умрем, можем спросить у евангелиста Луки, но по факту глава вот перед нами в том виде, в каком она есть в Евангелии. И первый рассказ в этой главе о рождении Господа Иисуса начинается с упоминания о Кесаре Августа и переписи, которая была первая в правлении Квериния Сирией. Довольно загадочное, на самом деле, упоминание, потому что Август за время своего правления проводил несколько переписей. Квериния правил Сирией дважды, дай бог памяти, примерно с минус восьмого до минус пятого года до Рождества Христова, и потом, лет через десять после этого, был следующий срок его правления, и оба раза проводил перепись. Поэтому датировка на основании этого указания евангелиста достаточно сложна. Тем не менее, вот мы в любом случае получаем некоторый промежуток времени, грубо говоря, от минус восьмого до плюс десятого года нашей эры. Сопоставляя с другими данными, мы можем ориентировочно отнести это все-таки к первому правлению Квериния Сирии, примерно к минус пятому году. Да, вот в минус пятом году до Рождества Христова родился Господь. Ну, это, к сожалению, такие шутки играет с нами наше не вполне точное летоисчисление. Ну, понятное дело, что не датировка имеет значение для автора Евангелия, да и для читателя тоже, потому что, в конце концов, не так важно, в какой момент это произошло, как важно то, что это произошло. Обратите внимание, что христиане ведь не празднуют годовщины и количество лет, происшедших с того или иного события, в том числе с рождения Иисуса Христа. Да, когда весь мир празднует линолеум, или как это назвалось, миллениум, да, мы, в общем, каждый год это делаем. Итак, Евангелист свидетельствует о том, что Господь Иисус родился, и в результате некоторого стечения обстоятельств так вышла, перепись по случайности здесь подвернулась для того, чтобы Иосиф и его жена Мария вынуждены были пойти в Вифлеем, потому что, ну, кто в здравом умеет резвой памяти, потащит жену на девятом месяце за много-много километров в чужой город. Понятное дело, что это было бы невозможно, но он вынужден был туда идти именно из-за этой переписи. И вот настало Богородицу время родить, и она родила сына своего и положила его в скотскую кормушку. В нашем языке слово ясли обычно это что-то такое чистенькое учреждение, которое предшествует детскому саду. Но, вообще говоря, в оригинале это деревянный ящик, в который кладут сено для скота. Да, ну вот, не было им места в гостинице. Именно потому, что обстоятельства складываются так, что они оказываются вырванными из привычного течения жизни, и они оказываются вот в том Вифлееме, в котором пророки и предрекали рождение Спасителя. Удивительным образом источник Луки свидетельствует нам о том, что это, в общем, очень маленькое, тихое, малозаметное событие, происходящее в Хлеву, где-то на окраине Вифлеема, оказывается центральным в человеческой истории, и свет от него происходящий оказывается заметен множеству людей вокруг. Лук, ну, скажем, евангелист Матфей, говоря об этом событии, рассказывает о волхвах, которые из Персии пошли в Вифлеем поклониться младенцу, а Лука говорит о пастухах, которые были где-то со своими стадами в горах неподалеку. Между прочим, это свидетельствует о том, что Господь родился в промежутке между мартом и ноябрем, потому что в зимние месяцы скот как раз находится в Хлеву, в той самой пещере, где нашли приют Иосиф и Мария. А поскольку пастухи со стадами были на пастбищах, значит, это была весна или лето, может быть, осень. Кстати, древние христиане в первые столетия склонны были праздновать рождение Иисуса в конце марта, в разные даты, поэтому мы, к сожалению, не можем ничего сказать, какого именно числа, но ориентировочно время скорее вот это. Евангелист Лука говорит о том, что эти пастухи оказались невольными свидетелями славы Божьей. И для Священного Писания, особенно Ветхого Завета, вообще говоря, это чрезвычайно важное слово. В русском языке мы, к сожалению, несем тяжкий и почти неисцелимый груз советских лозунгов, поэтому при слове «слава» сразу вспоминаем красные перетяжки с надписью «слава КПСС», как проявление безумной, бессмысленной, безосновательной гордыни, ну и глупости, конечно. Слава Божья все-таки для людей библейской культуры нечто совершенно другое. Это проявление присутствия Бога, настолько сильного присутствия, что как свет, как сияние, оно наполняет собой все пространство. Слава Божья – это то светящееся облако, которое покрывает шатер, где Моисей предстоит перед Богом. Это то облако света, которое наполняет Иерусалимский храм, когда он посвящается Богу. Это то облако света, которое идет перед народом Божьим впереди, указывая ему путь к горе Завета. Слава, которую видят пастухи в Вифлееме – это, собственно, то же самое присутствие Бога, непостижимое, потому что как Бог может поместиться в что-либо, принадлежащее к этому миру? Понятное дело, что это невозможно. И тем не менее это присутствие является, и оно оказывается настолько сильным, что все вокруг наполняется какими-то непостижимыми, необъяснимыми знаками этого присутствия. То же описание ведь того, как выглядит слава Божья, как правило, крайне немногословны и скорее живописны, чем содержательны, потому что люди, становящиеся свидетелями этой славы Божьей, едва ли могут на человеческом языке ее описать. Но для Евангелия важно, что вот пастухи увидели, увидели, что происходит нечто очень важное, связанное с присутствием самого Бога. И ангел, явившийся пастухам, говорит, возвещаю вам великую радость, потому что сегодня родился Спаситель, радость, которая будет всем людям. На общем фоне событий того, что происходит в Израиле того времени, да и потом, на самом деле, в среде верующих, слова ангела чрезвычайно важны, потому что он говорит о радости, которая будет всем. Она дается не потому, что мы чем-то это заслужили, потому что мы этого ничем не заслужили, а потому что таково сердце Бога. Причина того, что радость и спасение даруются людям в щедрости Бога, а не в наших каких-то замечательно прекрасных, отличительных чертах. Это существенно для евангельской вести. И вот ангелы являются пастухам, и пастухи неожиданно для самих себя видят какой-то кусочек, маленький отблеск того, что происходит на небе. Пытаются, кто-то из них, видимо, потом рассказывал, пытался это описать. Говорят о том, что они слышали удивительную песню «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Довольно трудное для перевода выражение. И, пожалуй, ни на один язык его невозможно перевести в должной мере адекватно, тем более, что мы не знаем, как она звучала в оригинале. Эта фраза у нас есть только греческий перевод, сделанный, вероятно, либо Лукой, либо тем, кто переводил Евангелие от Матфея. «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Это одновременно может означать мир, который Бог дает тем, чье сердце открыто к Богу, и одновременно может означать благоволение Божье к нам, которое даруется, даруется нам как подарок, щедрый и незаслуженный дар. И повторяю, что невозможно с однозначностью утверждать, что в первую очередь в этой фразе вложено. Поэтому, в общем, хотим мы или нет, мы вынуждены над ней думать и пытаться постичь ее смысл. Да, и вот младенец рождается, пастухи в изумлении бегут в Вифлеен для того, чтобы увидеть, что там произошло, и видят вот младенца, лежащего в яслях, поклоняются этому младенцу. И дальше мы читаем с вами рассказ о некоторых событиях, которые происходят со святым семейством, главным образом, в Иерусалиме, от Вифлеема до Иерусалима, совсем недалеко. И это события, которые, вольно или невольно, для читателя ставят рождение Господа Иисуса в очень тесную связь со всем библейским контекстом. Потому что, собственно говоря, действительно, в Иисусе Бог дает нам всю полноту своей любви, всю полноту самого себя. Но с тем вместе это какой-то непостижимого масштаба действия Бога, оно совершается в очень определенном контексте, от которого невозможно увильнуть, невозможно отречься. Поэтому важно, что это было при Кесаре Августе, важно, что это было в правлении Квирине, что это было в Вифлееме, и важно, что Иисус рождается вот в израильском народе, рождается евреем, подчиненным закону и всей, собственно, ветхозаветной традиции. И поэтому то, что происходит с младенцем Иисусом, диктуется именно этой традицией, именно этим ветхим заветом, в контекст которого он приходит. Тоже, на самом деле, и с исторической точки зрения это важно, и просто по, как теперь говорят, по жизни, потому что Бог никогда не действует в отрыве от контекста, в отрыве от той реальности, в которой люди живут. А люди живут вот в этих обстоятельствах. Господь приходит, повторяю, в конкретный народ, конкретным людям, в конкретную эпоху. Поэтому важно было для того, кто составлял рассказ о его рождении, упомянуть, что он был в соответствии с законом обрезан и представлен в храм. Обрезан и представлен в храм. Теперь полагается первенца принести в некоторый дар Богу. Мы не будем сейчас говорить с вами о библейской традиции просто за недостатком времени. Тем не менее, для этих людей важно, что всякая жизнь – это всегда дар Божий. И когда он дает нас друг другу, детей родителям, родителей детям, это дар, но на самом деле жизнь принадлежит все равно только Богу. Все равно только Богу. Это одно из непременных условий любого завета людей с Богом. И вот этот обычай принести первенца в храм и засвидетельствовать, что мы получили эту жизнь в дар от тебя, но она тебе принадлежит, это серьезная очень вещь, потому что она сразу ставит участников этого действия в контекст совершенно определенных отношений с Богом. Они приносят младенца в храм для того, чтобы засвидетельствовать благодарность и поклонение Богу, и засвидетельствовать то, что они чтут святость этой жизни Богу принадлежащей. Это относится к любому младенцу и к младенцу Иисусу в том числе. Теперь важная деталь, на которую полезно обратить внимание, эти два птенца голубиных, которые Иосиф приносит в жертву, потому что, вообще говоря, полагалось, конечно, приносить теленка или овцу, в крайнем случае, агнца. И только самые-самые бедные люди, у которых вообще ничего нет, могли, если уж вообще ничего нет, купить вот двух маленьких голубиных птенцов, которые стоят совсем недорого. Не две ли малые птицы продаются за оссарий? Потом скажет в одном из своих слов «Господь Иисус». Вот эти два птенца – это самое малое, самое минимум, что возможно было только для людей очень бедных. Это свидетельствует нам о том, что это была за семья и как они жили. Такая деталь, совершенно непроизвольно открывающая нам некоторый взгляд на картину. И, наконец, дальше, когда Иосиф и Мария приносят младенца Иисуса в храм, мы видим там удивительную встречу, собственно, даже не Иосифа и Марии, а младенца Иисуса с некоторым человеком по имени Симеон, очень старым. И о нем существует предание довольно неопределенное в деталях, продуманное только в средние века. Тем не менее, предание о том, что Дух Божий сказал Симеону, «Ты не увидишь смерти, пока не увидишь Христа». Или, может быть, наоборот, «Ты увидишь, как родится тот, кто придет от Бога спасти Израиля, кто станет славой народа Божьего». И вот Симеон действительно дождался, дожил до этого момента, до исполнения этого обещания Божьего, и по вдохновению, то есть некоторым непостижимым для нас образом, по непонятным, может быть, даже ему самому мотивам, пришел в этот день в храм, увидел младенца Иисуса. Здесь тоже можно много гадать, можно предполагать, что он знал, что Иосиф происходит из дома и рода Давидова, и его потомок может оказаться царем Израиля. Или это было некоторое наитие, инсайт, который был дарован Симеону. Все это будут толкования в равной степени допустимые, в равной степени произвольные. Факт же, который Евангелист сообщает нам, заключается в том, что Симеон непостижимым образом признает в этом младенца Мессию, младенца совершенно беспомощным, совершенно беззащитным, и говорит, вот теперь настал тот день, когда ты отпускаешь меня, ныне отпускаешь раба твоего владыка, потому что глаза мои увидели твое спасение. Кстати, это выражение «увидеть глазами твое спасение» тоже в библейском контексте важно, и имеет некоторые серьезные параллели, в первую очередь в книге Иова, потому что Иов когда-то говорит Богу, «Раньше я слышал о тебе слухом ушей, и мне было невозможно понять и согласиться с тобой, теперь я тебя вижу, ты вошел в мою жизнь, и у меня больше нет к тебе вопросов», — говорит Иов. Так и здесь Симеон говорит, «Очи мои видели спасение твое, у меня больше нет к тебе вопросов». Вот что значит это выражение для носителя библейской культуры, потому что «ты даровал нам свет к просвещению народов и славу людей твоих Израиля». Как и всякий другой народ, абсолютно всякий, Израиль пытается искать и в то время, и в любое другое, славу человеческую во всем, чем угодно, в боевых колесницах с ядерными боеголовками, или в богатстве, или еще в чем-нибудь, в чем угодно. Ну, вы понимаете, это то, что раньше у нас называлось общечеловеческими глупостями. Слава народа Божьего, слава людей, которые принадлежат Богу, заключается не в том, что у нас есть в руках, а вот в этом младенце, которого видит Симеон. Это тоже, если хотите, для первых христианских поколений некоторое важное догматическое утверждение, представление о том, что меняет присутствие Бога в нашей жизни, как ложная слава меняется на подлинную. И, наконец, в двух совсем словах, в самом конце второй главы, евангелист Лука помещает вслед за своим источником рассказ о том, как совершается религиозное совершеннолетие Иисуса, бар-мицва, день, когда еврейского мальчика около 12 лет приводят в храм, или если до храма далеко, то в синагогу, к священникам, когинам, учителям закона, и они должны засвидетельствовать, что этот мальчик научился читать и знает заповеди, и может ответить на самые простые вопросы о Синайском завете, о том, как Бог вывел народ израильский из Египта, из дома рабства. Да, так должно происходить со всяким, и в 12 лет Иисуса тоже приводят в Иерусалим, в храм, к этим самым священникам, учителям закона, вероятно, фарисеям, и дальше происходит нечто совсем непонятное, потому что вдруг удивительным образом оказывается, что он там остался. Для него, как он сам выражается, «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» И удивительным образом не учителя спрашивают его, а он задает им вопросы, на которые, насколько можно судить, они сами затрудняются, может быть, ответить, и сами удивляются и вопросом, и ответом. Мы тоже едва ли сможем в должной мере реконструировать исторические факты, которые за этим рассказом стоят, но важно, тем не менее, и для автора рассказа, и для евангелиста Луки, и для читателя, я думаю, то, что Иисус проходит весь тот путь послушания завету, послушания закону, который должен пройти человек в его среде, всю полноту человеческого пути, вне зависимости от того, насколько для него самого это уместно, потому что, ну что спрашивать сына Божьего о законе Божьем? В конце концов, он его дал, он его сам знает. Тем не менее, то, что Господь ничего из человеческого пути от себя не отвергает, это очень важная тоже для нас информация. Об этом пойдет речь и в следующей главе, о которой у нас разговор дальше.